добро пожаловать на мой канал с вами я надежда и сейчас я вам покажу как вязать вот такую вот корзинку как вязать дно я уже показывала на предыдущих видео можете увидеть ссылку внизу как делать переход 1 к стеночкам тоже видео есть и сегодня более подробно рассмотрим вот этот вот узор на стеночке узор плетеночка как сделать его без шоу использовать все те же методы которые я уже вам показывал ссылки все будут внизу и так вот я связала круглая донышко на небольшую теперь я покажу как закнуть последний ряд хотя я это уже показывала на многих видео и сделайте ровную косичку по краюшку дна то есть нитку протягиваем один раз и затем протягиваем нитку второй раз обратите внимание куда надо вколоть крючок повторяю еще раз перемычку с изнаночной стороны и саму петлю и протянуть нитку второй раз у меня довольно длинная нитка потому что из нее подвесит целую корзинку вот дно получилось замкнуто дальше то что я хочу вязать это будет донышко с ограничением по краю в виде косички поэтому первый ряд вяжется обычными столбиками без накида за петелечку с изнаночной стороны вот за перемычку этот способ есть на видео я вам оставлю ссылку внизу так я что до конца ряда без прибавок без убавок это будет первый ряд и вот я подошла к концу ряда последние две петли и буду соединить хочу отметить что практически для любого узора плетенка нам необходимы четные числа петель если мы собираемся вязать по кругу то есть с поднятием и последующим закреплением рядов его закрыванием либо нечетное число петель если мы будем вязать по спирали я вяжу по кругу то есть я поднимаю ряд я его закрываю сейчас я покажу что с помощью способов бесшовного вязания можно вязать любой узор и он будет бесшовным и он будет не по спирали связ вот ряд я закрыла петлю затяну следующий ряд начинается с столбика без накида на ряд ниже то есть вот в эту же вот дужку которую мы вязали предыдущий ряд получается такой длинненький столбик воздушная петля петелька пропускается и опять точно такой же длинненький столбик в петлю предыдущего ряда провязывать следующую петлю воздушная петля петельку пропускаем длинный столбик воздушная петля пропускаем на ряд ниже так вяжется до конца ряда последние петельки ряд заканчивается воздушной петлей который необходимо будет подсоединить последней петли делается это точно так же здесь была воздушная петелька у нее есть две верхние полупетли в них просовывается крючок захватывается вот эта вот петелечка она пропускается с этим 5 накидывается на корзину таким образом соединяется этот узор начало следующего ряда следующий ряд мы начнем вязать столбик без накида на ряд ниже вот в это место там где мы пропустили мы не можем начать его вязать с воздушной петли потому что из воздуха мы не можем сделать петлю ей нужна опора а вот такой петли опора не нужна и с ней можно начинать спокойно вязать первый ряд вяжем 1 дальше воздушная петля ту петлю которая в предыдущем ряду была провязана из ряда ниже мы пропускаем и теперь вяжем петли над воздушными петлями предыдущего ряда вот в эту вот вот за эти две полупетли вот в это место вот сюда дальше опять воздушная петля петля воздушная петля так что до конца ряда я подхожу к концу ряда он заканчивается воздушной петлей теперь над это воздушная петля опять соединить с началом ряда это делается чем способ который показывал уже вы можете уже обратить внимание на предыдущий ряд который был соединен то есть вместо стыка на нем ничего не видно следующий ряд опять начинается в петлю на ряд ниже то есть вот в эту петлю провязывается петля воздушная обратите внимание здесь вязание делается в галочку столбик без накида воздушная столбик без накида опять происходит чередование воздушной петли и столбик без накида петелочку на ряд ниже до конца ряда и опять ряд заканчивается воздушной петли соединяем петли начало и конца ряда я затянула петлю предыдущего ряда и перехожу к вязанию следующего ряда каждый следующий ряд вяжется чередованием петли в петлю предыдущего ряда столбик без накида и воздушной петли повторяйте то количество рядов какой вам необходимо на ту высоту которую вы хотите вот здесь вот у нас проходит стыковка петель видите рисунок ничем не отличается от любого другого места тем самым у нас получается абсолютно бесшовная картинка я закончила вязать ряд и сейчас перейду к вязанию последнего ряда именно этого узора для этого нам не очень подойдет чередование петли в петлю предыдущего ряда и воздушные петли лучше будет использовать чередование столбика без накида в предыдущий ряд и столбика без накида в этот ряд то есть именно последний ряд я рекомендую вязать так это позволит нам сделать красивую обвязку финальную красивую обвязку нашей корзинки то есть мы чередуем петельку в предыдущий ряд и петельку в этот ряд там где у нас должна была быть воздушная петля вяжем столбик без накида в этот ряд даже так до конца ряд я подхожу к концу вязания провязываю последнюю петлю и ряд замыкаю замыкать я буду способом номер два я называю с протяжкой нити и дальше провожу еще один ряд уже отделочный ряд покажу как красиво завершить край изделия то есть если это последний ряд то конечно лучше соединять именно таким способом и так финальный штришок корзинки это последний ряд как я вяжу последний ряд это будут просто соединительные столбики за обе полупетли придаст краю небольшую прочность и законченность вставляю крючок под обе дужки нитку захватываю протягиваю в дужки и протягиваю в ту петлю которая была на крючке соединительная петля так вяжу до конца края вот я подошла к концу провязываю последнюю петлю нитку вытягиваю дальше нам необходимо соединить начало и конец нашего вязания это делается все тем же способами с протягиванием нити крючок вставляется за две полупетли той петли которую нам надо подсоединить к концу нитка подхватывается вытягивается обратите внимание мы как бы сделали первую полупетлю от нашей косички и затем с изнаночной стороны опять таки просовывается крючок в то место в которое должна выйти эта нить подхватывается нитка вытягивается вот и все корзинка готова остается только заправить нить сейчас я ее поверну и покажу вам что шва на ней совершенно не видно на всем узоре шов вот здесь вот в этом месте проходит шов спасибо за внимание